Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Почему из множества религий правильная только одна? Потому что Бог таков, какой Он есть. Он есть сущий, Он явивший. О себе откровение, что Он есть Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, никаким образом не может быть интерпретирован иначе. Может быть, сколько угодно живучих заблуждений, может быть, сколько угодно конструкций, в которых изображаются отношения человека с каким-либо выдуманным высшим созданием, но из-за этого реальность божественного бытия и его определенные свойства никаким образом измениться не могут. Человеку дана свобода, и этой свободе может быть свойственно насколько добровольно исповедовать истину, исследовать ей, настолько же и быть закрытым от истины, повергая себя бесчисленным треволнением постижения Бога там, где Его в таком виде, как Он себя открыл человечеству, вовсе нет. А значит, и не к Богу ведут эти прочие учения, хотя и называются религиозными. Почему их много? Потому что не может человек жить без какой-то связи с тем, кто является источником его бытия. Душа, будучи сотворена, это ни у кого не вызывает сомнений. Она понимает, что для нее подлинное основание среди этого изменяющегося мира – это ее собственный создатель, ее источник. Кто эту потребность реализует в доверии божественному откровению, для того никаких сомнений и смущений от того, что народы измыслили самые разные противоречивые суррогаты, которые иллюстрируют каким-то образом или подменяют религиозную жизнь, наполняют душу каким-то относительным успокоением того, что все правильно сделал. Это никак не бросает тень или не вызывает недоверия к той подлинной истине, которая задержится в православии. Для желающих испытать разные религиозные культы, может быть, достаточно, не погружаясь иногда в откровенно сатанинские глубины этих религий, хотя бы узнать историю, что да как сложилось, откуда взялось. Неужели среди этих книг, признанных в религиозных культах, найдется что-нибудь сравнимое с истинностью, величием, подлинностью нашего Евангелия, нашего Нового Завета для человека, приобретающего постепенно духовную чуткость, сердечное развлечение, света и тьмы, добра и зла, свидетельство евангельское, столь же светлее и ярче всякой любой иной книги, составленной людьми, как солнце ярче всех звезд вместе взятых, видимых нами на небосводе. Отчего не все народы оказались просвещены этим солнцем правды? От того же, отчего и не всякий человек принимает истину. Ибо и в составе микрогрупп, и в составе макрогрупп, как и в своем собственном произволении, человеку дано проследовать до выявления выяснения для себя, доступной в результате откровения истины, или остаться закрытым для этой истины в связи со своей собственной порабощенностью, стихиями века сего. Только грех, которым заражено человеческое сердце, является препятствием для всякого человека и народа в признании истины евангельской и утверждения собственной жизни в том, чтобы ей послужить. Так что разнообразие религиозных культов вовсе не к тому настраивает нас, чтобы признать основательность каждого из них или долю истины в каждом из них, но для того, чтобы бережней отнестись к тому источнику полноты истины, который представляет наша вера. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok